Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучиваем Новый Завет в нашем издании. Толкование Блаженного Феофилакта с комментариями. Это вот трехтомник. В нем 240 иллюстраций светлых. Итак, номер 19. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 1-й, 4-й стихи. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Что спрашивать? Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Но я сказал вам, сие для того, чтобы вы, когда придет, то время вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. Толкование Блаженного Феофилакта. Я, говорит, сказал вам об этом, прежде чем сбылось, для того, чтобы вы не соблазнились в последствии. Когда увидите, что многие не веруют в ваши проповеди, и что вы сами подвергнетесь бедствиям, но чтобы, заключая по тому, что я сказал вам об этом прежде, нежели сбылось, приняли и утешение мое с верою, что я не обманул вас в этом случае, так же, как не солгал, и в предсказании о бедствиях. Изгонят вас из синагог. Отлучат от своих собраний и славных мест, и лишат всякого общения. То есть будут считать их за сектантов, и будут выгонять. «Ибо сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, то его отлучат от синагоги». Иоанна 9, 22. «Не только вы будете изгнаны из синагог, но и примете смерть, и смерть поносную. Ибо вас будут убивать, как людей вредных, врагов божиих. И всякий убивающий вас будет так стараться об убиении вас, что будет думать, что он тем служит Богу». Как будто сегодня все. «То есть будет думать, что он совершает дело благоугодное и святое. Ибо блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня». Матфея 5, 11. «Это блаженство добудет вам утешением при воспоминании о нем. Сказал вместе и для того, чтобы вы не оставались без приготовления, но приготовились бы, помня, что я сказал сам об этом, и потому стояли против ускорбей мужественно». Иоанна 16, 5, 7. «А теперь иду пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Толкование. «Господь говорит о таких скорбях. Я не сказал вам прежде, не потому, будто не знал, но потому, что я был с вами, и вы имели во мне достаточное убежище. И вся война была воздвигнута против меня, а вы сами были в совершенной безопасности». Итак, тогда не нужны были такие речи, приготовляющие и предограждающие вас. Но теперь, отходя к Отцу своему и оставляя вас, я предуведомляю об этом, чтобы вы обезопасили сами себя. Сколько говорит «не скорбите», а я говорю «полезное вам». Вы желаете, чтобы я всегда был при вас, но это бесполезно для вас. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. Посему, хотя вы желаете моего присутствия, я не послушаюсь вас, но лучше изберу полезное для вас, чем исполню вредное для вас желание ваше. «Так и во всем мы должны поступать, для самих себя и для ближних придумывать полезное, а не приятное. Ибо если я не умру за мир и не пойду к Отцу, предав сам себя в жертву и в милостивление за грехи мира, то утешитель не придет. Ибо как он придет, если вражда не прекратится через умерщвление греха? Есть ли отец не примириться с естеством человеческим? Посему вы, ученики, хотя поскорбите по причине моего отшествия, но обрадованы будете пришествием Духа, которое доставит вам благо большие и важнейшие. Как же Господь сказал, что Он не говорил этого сначала? Когда написано, что призвав двенадцать учеников, Он сказал им, «Поведут вас к правителям и царям» Матфея 10, 18. Хотя Он сказал, что поведут вас к правителям, но еще не сказал, что будут убивать вас, как нечестивцев, людей вредных и врагов Божиих. Иоанна 16, 8, 11 «И Он пришед обличить мир о грехе, и о правде, и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Толкование «Ныне они могут говорить, что Я сын плотника, сын бедной матери, хотя Я и совершаю чудеса. А тогда, когда Дух во имя Мое совершит такие дела, неверие их будет неизвинительно. Итак, Он обличит их о грехе, то есть покажет, что они согрешили непростительно, обличит о правде, что Я иду к Отцу Моему, то есть докажет им, что Я, будучи праведен и безукоризнен по жизни, умерущлен ими несправедливо, и доказательство сего в том, что Я иду к Отцу. Ибо Я не взошел бы к Отцу, если бы не был праведен. Так как они убьют Меня, как безбожника и беззаконника, то Дух докажет им, что Я не таков. Ибо если бы Я был противник Богу и преступник закона, Я не удостоился бы чести у Бога и у законодателя, и при том чести невременной, но вечной. Ибо слова «И уже не увидите Меня» означают, что Он пребудет вечно у Отца. С пришествием Духа все верующие во Христа попирали князя мира и посмеивались над Ним. Отсюда видно, что Христом Он осужден гораздо прежде. Итак, Дух облечит тех, кои не уверовали, как грешников. Ибо вера разрешает от грехов через отпущение их в крещении. А силы Духа, являемые в верующих, в неверующих не обнаруживаются. Отсюда оказывается, что они сосуды злые, скверные и недостойные вместить в себе Духа. Иоанна 16, 12, 15 «И еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Толкование. Сам Господь о Себе Самом не возвещал ничего великого. Частью для того, чтобы подать образец смиренно-мудрия. Частью по причине невощи слушателей и неблагонамеренности иудеев. Он не вводил явно и отменение законных обрядов, дабы все не сочли его за противника Богу. А когда пришел Утешитель, тогда уяснилось достоинство Сына. Обо всем сообщено истинное и ясное познание. Законные обряды взяты от среды и упразднены. Мы научены служить Богу в Духе и Истине. Чудесами, совершенными Духом, вера утверждена. «Знать будущее преимущественно свойственно Богу. А как для природы человеческой ничто иное так нежелательно, как знание будущего, то Господь и этим утешает апостолов. Ибо это великая и непререкаемая слава, когда умерущленный и обесчищенный после сего будет блистать еще более. Потом, так как Господь говорил, и они слышали, что один у них Учитель Христос». Матфей 23.8. «То, чтобы не подумали, если один Учитель ты сам, то как же говоришь, что будет и друга Учитель, Дух? Чтобы не подумали этого, Он прибавляет, от Моего возьмет, то есть из того, что Я знаю, от Моего знания. Для чего же столько благ даровал нам Дух, а не Сын? На это, во-первых, скажем, то, что путь к дарам Духа сотворил Сын, и Он не есть виновник столяких благ. Ибо если бы Он не истребил грех, как бы удостоились бы Духа? Ибо Дух не будет обитать в теле по видам греха». Примудрость 1.4. «Посему велики дарования Духа, но основания их во Христе потом, так как имели явиться геретики, уменьшающие достоинство Духа из-за того, что Он пришел после Сына, то Он предоставляет Ему действовать в апостолах более, чем Сам, для того, чтобы по побуждаемые величием даров они и против воли признали достоинство Духа и не считали Его меньшим Сына, из-за того, что Он явился в мире после Него». Иоанна 16.16.18. «Скоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». И так они говорили, «Что это говорит Он? Вскоре. Не знаем, что говорит». Толкование. «Я не погибаю, а переменяю состояние. Разлука Моя ненадолго, а пребывание Мое с вами, которое затем наступит, вечно». Иоанна 16.19.22. Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня. Истина, истина, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит владенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир, «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». Полкование. «Вы восплачете и возрыдаете о том, что Я умру на кресте, а мир возрадуется, то есть иудеи, мудрствующее мирское. Возрадуется, что уничтожили Меня, врага своего, но печаль ваша в радость будет, а радость иудеев, напротив, обратиться и в печаль, когда по воскресенье будет славиться имя Мое». Это сравнение употребляли и пророки жестокостью родильных болезней и обозначая степень скорби. «В то же время удостоверяет учение о воскресенье и показывает, что умереть похоже на то, как выйти из утробы матерни на свет. Не удивляйтесь же, что радости вам должно достигнуть через такую печаль, ибо и мать через скорбь, и болезнь достигает того, что становится с матерью». Здесь он намекает на нечто таинственное, именно, что он разрушил болезни и смерть, если делал то, что родился человек новый, уже не истлевающий, уже не умирающий, который есть сам Господь. «Ибо смотри, он не сказал, женщина уже не помнит скорби по тому, что родилось у нее дитя, но потому, что родился человек в мир. Не без цели он так сказал, но для того, чтобы загадочно и прикровенно намекнуть на то, что он сам есть человек, родившийся не для ада, чрево болевшего им, но для мира. «Ибо для вас родился от воскресения новый и нетленный человек, Иисус Христос Бог наш». Итак, пример на рождающей женщины не требует во всем приноровления к событиям Христовым, но только имеет целью показать, что печаль временна, и что от этих болезней велика польза, и что воскресение рождает для жизни и нового бытия. Все прочее в сравнении не имеет приложения, и справедливо, ибо это притча, а притча, если во всех частях сохранится, не есть уже притча, но то самое, что ей изображается. Так и здесь, под болезнями рождения, мы уразумеем печаль апостолов, под радостью утешения их по воскресении, и опять, под разрешением болезней разрушение ада, а под рождением воскресение перворожденного из мертвых. Иоанна 16, 23, 24. В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите отца во имя мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Толкование. Итак, когда я по воскресении из мертвых пошлю вам утешителя, тогда вы уже не попросите меня, то есть, не будете нуждаться в моем посредничестве, но довольно будет вам произнести имя мое, чтобы желать получить, желаемое получить от отца. Итак, здесь он показывает силу своего имени, так как его не будут видеть и не будут просить, а только назовут имя его, и он будет творить такие дела. Посему полезнее, чтобы я умер, ибо отныне вы получите большее неразновение пред отцом моим, хотя я и разлучусь с вами, но вы не думаете, что вы оставлены мною, ибо разлучение мое даст вам большее неразновение, и радость ваша тогда будет самая полная, когда вы получите все просимое. Примечай же, получает тот, кто просит во имя Христа. А из тех, коих желает предметов мирских и душевредных, никто не просит во имя Христова, а потому и не получает, ибо имя Христа божественно и спасительно. Если же кто просит пагубно для души, то неужели мы скажем, что он просит во имя Спасителя? Иоанна 16, 25, 28. Доселье я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я пришел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставлю мир и иду к Отцу. Толкование. Прежде они думали, что Бог ему Отец, так же, как и нам по благодати. Отец настолько любит вас, что вы уже не будете иметь нужды в моем посредничестве, ибо Он сам любит вас. Потом, чтобы они не отстали от Христа, так как не имеют уже нужды в Нем и состоят в непосредственной любви Отца, говорит, Отец любит вас за то, что вы возлюбили Меня. Посему, если отпадете от любви моей, то немедленно отпадете и от Отца. А как слух о том, что Он исшел от Бога и опять идет к Богу, в разных отношениях утешал их, то Он часто говорит об этом. Иоанна 16, 29, 32. Ученики Его сказали Ему, вот, теперь ты прямо говоришь, и причи не говоришь никакой, теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел. Иисус отвечал им, теперь веруете, вот, наступает час, и настало же, что вы рассеетесь каждой в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной толкование. Ибо знать тайны сердечные свойства на Богу в Салон 43, 22. Смотри же, как они несовершенны, когда говорят, теперь видим. Они так много и долго слушавшие учения Его, говорят, теперь мы знаем, а Христос объявляет им, что они и теперь еще несовершенны, что они не уразумели ничего великого о нем, но еще обращаются низко и около земли. Он говорит, теперь веруете, и этим как бы упрекает и укоряет их за медленность веры. Вы думаете, что имеете обо мне великое представление, а я говорю вам, что вы оставите меня врагам, и такой страх овладеет вами, что вы и удалитесь от меня, не вместе друг с другом, но рассеетесь каждый поодиночке, и каждый сам себе будет искать убежища и спасения. Но я оттого не потерплю никакого зла, ибо я не один только, но и отец вместе со мною. Посему я страдаю не по бессилию, но добровольно отдаюсь распинателем. «Когда посему слышишь Боже, для чего ты меня оставил?» Матфея 27, 46, не понимай так просто, будто Спаситель оставлен Отцом, а понимай так, что слова эти сказаны естеством человеческим, оставленным и отверженным за грехи, но во Христе примиренным и усвоенным Отцу. Иоанна 16, 33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но умножайтесь. Я победил мир». Толкование «Да слышит и Арий, что все это смиренное и, по-видимому, недостойное славы Сына сказано ради слушателей, а не для того, чтобы мы пользовались этими словами при определении догматов, ибо они сказаны в утешении апостолов, как показывающую любовь его к ним. Искушение для вас не остановится на страшных этих словах. Но до тех пор, пока вы будете в мире, вы будете иметь скорбь. Не теперь только, когда я предаюсь, но и после этого. Но вы противостоите искушающему помыслу. Выжайтесь. Я победил мир. А когда я победил, вам, ученикам, должно не скорбеть, но презирать мир, как уже побежденный. Как же он победил мир, не изложив начальника мирских властей страстей? Впрочем, это видно из последующего, ибо все ему покорилось и уступило. Как с поражением Адама вся природа осуждена, так с победой Христовой победа простерлась на всю природу, ибо Христе Иисусе нам дарована сила наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражескую. Лука 10, 19. Ибо через человека смерть вошла, через человека же и жизнь, и сила на дьявола. 1 Коринфе 15, 21, 55. Ибо если бы победил один только Бог, тогда ничто не относилось бы к нам. Иоанна 17, 1, 3. После стих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную, сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа толкования. Сказал ученикам, что они иметь будут скорби и убедив их не унывать, Господь ободряет их еще молитвою, научая и нас в искушениях оставлять все и прибегать к Богу. Иначе настоящие слова суть не молитва, но беседа с Отцом. Если в иных случаях Матфея 26-39 Он молится и преклоняет колено, то не удивляйся сему, ибо Христос пришел не для того только, чтобы явить Себя миру, но и для того, чтобы научить всякой добродетели. А учитель должен учить не словами только, но и делами, желая показать, что идет на страдание не против воли, а по собственной воле. Говорит, Отче пришел час. Вот, Он желает этого, как чего-то приятного, и предстоящее дело называет славою, и славой не своей только, но и Отчею. Так и было. Ибо не Сын только прославился, но и Отец. Ибо прежде креста креста его не знали, даже и иудеи, как сказано, Израиль меня не познал, Исайя 1.3. А после креста вся вселенная притекала к нему. Показывает и то, в чем состоит слава его и Отца. Слава Божия в том, чтобы уверовала и была облагодетельствована всякая плоть. Ибо благодать не ограничится одними только иудеями. Но прострется на всякую вселенную. Сказал это потому, что намерен был послать их к язычникам. Чтобы они не пошли этого нововведения неугодным Отцу, Он объявляет, что власть над всякой плотью дана Ему от Отца. Прежде же этого Он говорил им, на путь к язычникам не ходите. Матфея 15. Что же значит над всякой плотью? Ведь не все же уверовали, но Христос со своей стороны старался всех привести к вере. Если же они не внимали Ему, то в этом вина не учителя, но тех, которые не принимают Его. Ибо давать жизнь и при том вечную может только Бог назвал Отца единым истинным Богом для отличия от лжеименных богов языческих, а не отделяя самого себя от Отца. Прочь такая мысль, ибо Он, будучи истинным Сыном, не может быть Богом ложным, а есть истинный Бог, как этот же самый евангелист в соборном послании к своем говорит о Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная. 1 Иоанна 5.20 Если еретики настаивают, что Сын есть Бог ложный, то как Отец назван единым истинным Богом, то пусть знает, что этот же самый евангелист говорит о Сыне был свет истинный Иоанна 1.9 Уже ли же по их понятию Отец есть ложный свет, но нет, прочь такая мысль. Посему, когда называют Отца истинным Богом, то называют Его так, в отличие от ложных Богов языческих, подобно как и в словах славы, которые от единого Бога не ищете. Иоанна 5.44 По понятию еретиков выйдет, так как Отец единый Бог, то Сын вовсе не Бог, но такое заключение поистине безумно. Иоанна 17.4.5 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славы, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира толкование. Ибо на небесах Он был прославлен будущим поклоняем от ангелов, а земля не знала его. А как Сын всем возвестил о нем, то и говорит, Я прославил Тебя посеяв благопознание по всей земле и совершив то дело, которое Ты поручил мне. Ибо дело воплощения единородного было осветить нашу природу, низвергнуть миродержца, которого прежде боготворили, насадить богопознание между тварью. Как же Он совершил это, когда еще и не начинал? Все говорит, что мне нужно было сделать, я совершил. Да, Он сделал то, что больше всего садил в нас корень добра, победив дьявола и самого по необходимости пойдут и плоды богопознания. И так говорит, я совершил дело, потому что я посеял, посадил корень, а плоды вырастут. Естество плоти еще не было прославлено, так как оно не сподоблялось еще ни тление и не приобщалось царского престола. Посему Ты говорит, прославь меня, то есть мое человеческое естество, которое теперь не в чести, которое будет распято. И возведи он и в ту славу, которую я, слово и сын твой, имел у тебя прежде бытия мира. И боя естество человеческое он с собой посадил на престоле царском, и теперь поклоняется ему всякая тварь. Я открыл имя твоим человеком. Но мы много раз говорили, что если тогда имя Божие было известно, то одним только иудеям, притом не всем, а теперь говорится о язычниках, что им будет известно имя Божие, так как Христос дал уже семена богопознания, изложив дьявола, введшего идолослужения. И иначе, если знали Бога, то знали не как Отца, а только как Творца, но Сын возвестил о Нем как Отце, и словами, и делами дав знать о самом себе. А кто доказал сам о себе, что он Сын Божий, тот, очевидно, вместе с собою дал знать и об Отце. Иоанна 17, 6, 8. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, и во слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Толкование. Господь хочет утвердить две мысли. Одну ту, что Он не противник Отцу, а другую, что Отец хочет, чтобы они веровали Сыну. Ибо кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божье, то есть Писание, закон. Ибо Писание возвещает о Христе. Ныне, говорит, ученики мои узнали, что я не имею ничего особенного, и что Тебе я не чужой, но что все, что Ты дал мне, дал мне в дар, как создание какому-нибудь, ибо это не приобретено мною, есть от Тебя, то есть принадлежит мне, как Сыну и лицу властному над тем, что принадлежит Отцу. Откуда же узнали это ученики мои, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, то есть из моих слов, из моего учения, ибо я всегда учил их тому, что есть от Отца, и не только этому учил, но и тому учил, что я исшел от Тебя, и что Ты послал меня, ибо во всем Евангелии он хотел утвердить ту истину, что он не противник Богу, но исполняет волю Отца. Комментарии Игнатия Лапкина. Почему развитие церковной жизни православной церкви пошло не по Слову Божию, а через бесконечные наслоения вымыслов? Какие силы были положены на то, чему нет никакого оправдания в Библии? Если на священнике нет и Петрахили, поручей, или еще чего-то, все остановится, служить нельзя, а Библии нет тысячи лет, и все строгости, какие Бог высказал относительно Слова Божия, все угрозы, касающиеся сокрытия хотя бы единого слова Священной Писании, все это переложили на богослужение, от которого теперь нельзя ни отнять, ни прибавить. Чего проще было бы сегодня собраться всем вместе, даже в одной епархии, когда священники съезжаются на исповедь, и каждому бы из них поставить вопрос, верят ли они в Бога и Слово Его, проповедуют ли нечистые Евангелия, или насаждают вымыслы человеческие в посомах. Неужели нет ни одного прозорливого христианина, который мог бы так поставить вопросы, и нелюбовь ко Христу, к Библии, определить, как духовную гибель, и за все, что было говорено вопреки Слову Божию, на всех наложить анафему. Апостол Павел клятвою и страшными угрозами за изменение истинного благовестия грозит даже небу и всем апостолам своим соратникам. Ибо говорит, ибо кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божие, то есть Писание, Закон. 1 Коринфянам 16, 22. Кто не любит Господа Иисуса Христа Анафема, Маран Афа, Галатам 1, 8. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет Анафема, Галатам 1, 9. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет Анафема. Ибо кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божие, то есть Писание. И кто не сохраняет Слово Божие, тот оказывается не верит и Христу, хотя бы и казался верующим. Иоанна 17, 9, 10. А я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое. И я прославился в них. Толкование. Я прославляюсь в них как владыка, подобно как и сын царя, имея равность отцом чести царства, прославляется тем, что имеет столько же, сколько и отец. Итак, если бы сын был меньше отца, он не осмелился бы сказать все твое мое. Ибо господин имеет все, что принадлежит рабу, но раб не имеет всего, что принадлежит господину. Здесь же он обоюдно усвояет отче сыну, а сынов не отцу. Итак, сын прославляется в тех, которые принадлежат отцу, ибо он имеет столько же власти над всеми, сколько и отец. Номер двадцатый. Тихо. Тихо.